Оборудование учебных помещений в оснащенности, комитетом по образованию, администрацией называемых утверждений, весь этот период проводилась неправильная работа по решению данных вопросов. В частности, в апреле и мае будет проведено собеседование с руководителями всех ответственностных комитетов учреждений образования по вопросам комплектования образовательных учреждений на Новый учебный год, содержания образования и подготовки их материальной технической базы к Новому учебному году. Что на сегодняшний момент мы имеем? Сеть дошкольных образовательных учреждений города Кингисеппа в Новом учебном году будет сохранена в новом огне. Это 12 дошкольных образовательных учреждений. Общее образовательное учреждение города Кингисеппа планируется открыть 232 класса. В том числе в классах с цифрой коррекции 12, это 156 человек. Численность обучающихся в городе Кингисеппе составит 5654 ученика. Наполняемость в классах комплектов составит 25,4 человек и в школе соответствует нормативно. В дошкольных образовательных учреждениях города Кингисеппа планируется открыть 164 группы. Численность детей 2342 человек. С 2012 года, в этом году особенно активно, комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы, созданной детский сад. И начиная с этого года, даже выточа направлений в детские сады, родителям осуществляется в электронном виде. В 2015-2016 учебном году будет продолжена работа по повышению качества и обеспечению доступности общего образования. А в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта образования, продолжится реализация дистанционного обучения на дому детей-инвалидов. Предстоящему учебным году в нашем районе на дому будут обучаться дистанционно 27 детей-инвалидов, и в них 19 в городе Кингисеппе. Все они обеспечены в достаточной степени необходимые оборудования в комплекте. В соответствии с реализацией государственной программы Инградской области социальная поддержка отдельных категорий граждан в Инградской области, в частности, программа формирования доступной среды, в Кингисеппе школе номер 4 выполнена работа по устройству учебника и отдельного входа для детей, имеющих коммунезапоевание полно-двигательной системы, на общий дом 1 мл 319 тысяч рублей. Не планируется ли прививать детей в школах, в которые были заболеваниями осенью, массово осенью или что-то, потому что весной они если будут встать, то там где они приходят, встать, а в осенью они убирают все свои листы, сами в кафе, если какие-то были перчатки или что-то. Как я поняла, есть так называемый национальный календарь прививок, по которому есть обязательные виды прививок, которые делаются детям. Есть библиотеки, которые выполнены три желания родителей, но за их деньги. Поэтому, если вот этот клещевод, они не входят в этот профессиональный календарь прививок. Но я бы предсказать, что у нас во всех учреждениях образования проведена агрессивная обработка. Вот у нас построены две прекрасные площадки. Здорово. Смотрится шикарно. И у нас есть необходимое, что это очевидно. Я каждый день прохожу и присутствую на одной площадке, на другую. Одна площадка, у меня в туалет, школа работает в полном росте. Всегда дети, всегда заняты. Дверь открывается с вами в утро. Туда люди, граждане, учащиеся, не ходят, приходят, делают зарядку. Она все время эксплуатируется и занята четко. У пятой школы. У второй школы часто видят жакон-картину. Я все время вижу, когда два раза, где-то, где-то, где-то начали. Детишки перелезают через забор, сторожка гоняет со стадиона. Какие-то есть моменты, когда территория закрыта. Возможно, это вызвано какой-то служебный, возможно, необходимость. Но доступность там абсолютно. Что касается территории пятой школы, то никаких частных посторонних учреждений на территории нет. Там не только закрыто. Там еще дети, которые перелезают через забор, приезжают в полицию, забирают их в отделение, вставляют административные акты. Называют родителей. Поэтому, конечно, допустим, там открыто. Ну, там занимается все-таки бутаков. Я прихожу к ним часто. Получается, в лучшем случае, это с той стороны, со стороны главного входа. А здесь, которые есть, допустим, с улицей Воровского, то есть там на закрытую нам. Там никак, до этого никак нельзя. Дети, которые 15-16, старшеклассники, в вечернее время убирать не надо, они ограничены мою спортивную площадку, где-то есть, что надо закрыть. Дальше после детей начинается темное время. Дети 15-16 лет, самый переходный в область, площадка закрыта. Они должны, они не должны скрывать. Я не буду скрывать. Просто учреждения у нас функционируют на определенном периоде времени. Хорошо. Все, что касается того, что я сейчас услышала, мы проведем работу с администрацией, учреждения, я непосредственно сама это проверю, да, вам ответ. Время должно быть. И меня должно быть. Люди должны быть проинформированы, какое время они могут заниматься. А то, что там у кого-то наступает ночное время, ребята, извините меня. Там же немножко не по-другому. По-другому. Конференция, прямая с губернатором Мегасской области, наша пресса была и отметили уже, соответственно, в наших источниках средств массовой информации о том, что Кенисевский район в части подготовки всех образовательных учреждений со стороны распотребнадзора, пожарной охраны и многих других мероприятий и действий находится в тройке лидеров. Не в первом месте, не в втором, а в третьем. Было названо три района комитетом по образованию Ленинградской области и многими другими выступающими не раз были названы на лейтинском конференции. Мегасевский, Волосовский, Кириллский район по-разному нас называли, но находимся в тройке лидеров. Поэтому, Александр Ильич, позвольте мне с этой трибуны поблагодарить своих коллег и тех депутатов, которые принимают активное участие в этой всей большой работе. Работа выполнена достойно. В общем, как и многие годы, в которые мы уже работаем совместно, мы находимся всегда в лидерах подготовки, так и держать. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы обсуждали все вопросы, которые мы в этом вам задаем, в процессе разрешениях, это информация, а мы, естественно, статистические полосы, надо будет еще ответить, а на вопрос. Если это можно сразу, если это не спросить, если такие вопросы, я бы заплатил потратить. Значит, ну, Коллеги, у вас есть вопросы? Вопрос заключается в том, что за счетный период у нас зарплата у тренеров упала на 30%. Я задавал вопрос детской спортивной школы, они скрывают от депутатов, от народа, какая зарплата у тренеров. Я знаю по себе у тех тренеров, которые получают зарплату личную, у каждого лично спросили директору школы, они скрыли этот вопрос. Не ответили на мой вопрос. Поэтому таких вопросов нет. Подождите, подождите. Вопрос серьезный. Зарплата. А зарплата это что такое? Тот механизм, на который влияет именно развитие и уничтожение. Это серьезный вопрос. Ваш вопрос. Зарплата упала на 30%. Почему? Правильно? Вот задавал вопрос. Ошибается. Может быть она не упала на 30%. Я еще раз говорю. Упала. Я по себе знаю. Лично я про себя говорю. Потому что я еще раз говорю. Допрос делал на директору школы. Депутатский допрос. Они ответили. Отмахнули. Просто конкретного ответа я не получил. Хотя у личного каждого тренера я спросил. Лично у меня упала зарплата на 30%. Лично у меня все регалии. Стаж 40-летний. Я получал одну зарплату. И стал получать на 30%. Что случилось? Великая Отечественная война. Гражданская обязательность. Зарплата это важнейший вопрос. Ну естественно финансирование. Да. Денег не хватает. Что бы мы ни делали. Через зарплату депутатных и так далее. Администрацию вложили все равно не потребили. Чтобы построить дороги и так далее. Но все равно. Как раз такой вопрос стоит финансирование. Финансирование стоит. Давайте как рациональный тропин. Те виды спорта, которые являются олимпийскими, естественно, они должны быть не чуточку принижены в плане финансирования. Те виды спорта, которые собирают детей денег, тоже должны принижены в плане финансирования. И они не выручены, а исключительно финансированные. Но принижены. А те виды спорта, которые олимпийские, которые детей денег И, соответственно, они должны финансироваться более высшие члены, те, которые видят... Вопроса ответить не могу, потому что спортивная школа находится в виде комитета по образованию. А то, что касается наших специалистов, у нас как таковых тренировок по виду спорта нет. У нас есть руководители спортивных образований, трудных образований, формирований. Поэтому у них зарплата не зависит от учебно-тренировочного процесса. У них все-таки в большей степени это массовый спорт. И вот как раз мы и развиваем в большей степени. А вот то, что касается зарплаты от неров, ну давайте тогда мы вместе с комитетом по образованию подсказуем этот ответ и вам предоставим. То, что касается рационально расходования бюджетных средств, выделяемых на спорт, тут я с вами абсолютно согласен. И вот мне, честно говоря, сейчас очень приятно уже то, что второй год мы работаем с федерациями в плане распределения средств. И я с большим удовольствием для себя, например, замечаю, что руководители федерации стали более рационально относиться к тем средствам, которые выделяются. Взять 10 лет назад, вот Елена Генриховна, не даст мне соврать многие мои коллеги, что было 10 лет назад, там 7 лет назад даже со спортом в Кенгисевском районе. И что сейчас? Люди, которые приезжают к нам жить в город из других регионов, из других сел, поселений, городов, вот многими уже налажены контакты. У вас, там, у администрации, Александр Ивановича мы обсуждали. Мы, во все эти факты, вот много из таможенных структур, мы никогда не ожидали, что в Кенгисеппии на таком уровне поставлен спор. А мы для себя так не считаем. Мы считаем, что нам еще надо двигаться, двигаться, двигаться. Просто Николай Петрович хотел нам тут лекцию себе прочитать. Но я думаю, что это бесполезно, что каждый из нас, сидящих в этом сзади, депутатов, специалистов и все остальное, мы аналогично относимся к его докладу внутри себя. Но мы живем по возможностям нашего кошелька. Приоритеты давайте обсуждать вместе. В этом году по оценке правительства Ленинградской области Кенгисевский район признан лучшим по работе в сфере спорта. В третьем созыве, вот кто еще с первого помнит, о чем мы говорили. Мы говорили, детям негде играть, нет ни одного стадиона, который отвечает хотя бы минимальным требованиям. Все в ямах, все в канавах. Дайте нам детские площадки. Сегодня мы говорим о том, что площадки есть. Дайте время и возможность на них играть в неограниченном количестве. И это хорошо, значит мы двигаемся вперед, значит спорт развивается и значит комитет работает. Сделать экспресс-анализ маленьких двух районов, зеркальных районов по виду спорта, по направлениям и прочих принципах. Сравнить какая зарплата там, какие источники там, в том числе задействоваться на это. И сделать справку, ее обсудить и направить к информации. Никто не против больше платить. Надо понять, откуда, с какой полки взять, значит там уменьшить эти ассигнования. Потому что у нас с вами никогда нет рубля, который лежал бы в щели где-то, или где-то под подушкой, или в банке. У нас все деньги с вами расписывают. Если мы хотим где-то увеличить, значит мы вынуждены где-то уменьшить. Давайте вместе, уважаемые капитаты, посмотрим эти реакции. В связи с организацией молодежного центра возникает ряд вопросов. Какие результаты и последствия реорганизации? Второе. Возросшая нагрузка на отдел. Работа в сфере культуры оказывает негативное влияние на работу в сфере молодежной политики. Продолжая выполнять задачи в сфере молодежной политики, работает ли он по направлению культуры. Как непосредственно подчиняется ККД. Работа в сфере молодежной политики, включает учреждение культуры. Персонально и по адресам направить информацию. А то, что касается молодежного центра выборов, здесь, может быть, немного вернемся к истории. Мы ждали открытия молодежного учреждения, как мы открыли в 2017 году, в 2015 году. С тех самых пор, когда был организован комитет по делам молодежи в 1992 году. И мы были очень рады, что у нас открылось такое учреждение. И были рады этому очень долго, целых 7 лет. Поскольку это, по сути дела, было единственное учреждение именно в сфере молодежной политики в области, на муниципальном городе. Была одна огромная проблема. Проблема заключалась в заработной плате специалистов. Заработная платная специалистов составляла 7 тысяч рублей. И мы встали перед большой дилеммой. Специалисты стали поговорить. И о дилемме какая? Сохранить учреждение или сохранить специалистов. И в 2014 году, поверьте, мне назвало, это было очень нелегкое решение, особенно для меня, который очень-то это детен. Он вестовал все время и ждал, когда родится, и потом его воспитывал присоединять к учреждению культуры. Что было выигрышено? Заработная плата, особенно то, что касается об улучшении заработной платы заработной культуры, согласно указу президента, она выросла. Специалисты стали получать нормальные заработные платы. 35-ти дилем культуры, 11-ти дилем молодежной политики, это только общегородские массовые мероприятия. Так вот, во всех этих мероприятиях задействованы были все, и учреждения, и специалисты, как мы обычно говорим, от водителя до руководителя. Понятно. Следующий вопрос уже задают. В 2014 году было выделено на мероприятие 119, ну от них цифры, я говорю, правильно-неправильно, 119 тысяч рублей, то в 2015 году 39 тысяч 400. Нет, это неправильные цифры. В прошлом году на мероприятие по молодежной политике было выделено 178 тысяч рублей, то есть по факту израсходного в этом году 300 тысяч рублей. Хорошо. Еще вот вопрос. У нас как-то получается форма не совсем хорошо. Форма не соответствует? Учтем. Да, это соответствует, учтем. Потому что, честно говоря, даже с других районов были такие вопросы, что Кингисековы там. А что за форма? Ну, Гиберова, что это команда Бичей была где-то в одну форму. Да, Гиберова, с костюмами на кого-то. Там это цена вопроса, я так понял, где-то 1050, наверное, что команда Бичей. На самом деле обращалась очень много команд, которые просили какую-то форму, у которых нет детей, на что это приобрести у родителей. Опять же, я говорю про пятую школу, где у нас сейчас спорт такой. Единая Россия привезли, как бы, там футбол или как-то, да? А у них нет команд. Они, то есть, вернее, формы для команды. Они занимают уже не статус, они не будут перейти на область, первое место привезли девочки, а одеться им не важно. Ну, с этим вопросом, как-то, надо нам, да, коллеги решить, потому что некрасиво. Бюджетный кодекс, это статья 170.1, предлагается осуществлять долгосрочное бюджетное планирование. Для того, чтобы администрация осуществляла какое-то прогнозирование, необходимо ваше решение. Осуществлять планирование будет осуществляться бюджетный кодекс, составляться на 46 лет. Администрация будет сделать порядок. Комиссия внимательно рассматривала, задавала много вопросов, пришли к единому мнению, что необходимо поддержать изменения. Если не изменим. Все, спасибо. 20 против метров решения. Спасибо. В очередной раз мы ежегодно подоставляем информацию о работе, проводимой администрации от лица и сельских поселений, в том числе, по работе жилищных программ. Это федеральная и областная программа. В администрации проводится работа и участие в семи жилищных программах, направленных на выполнение государственных обязательств, обеспечения жильем граждан и обеспечения молодых семей, молодых специалистов, работников адропромышленного комплекса и работников бюджетной организации. В настоящее время в федеральных областных программах, произведенных в Кенгисевском районе, участвуют более тысячи семей. Из них по программе выполнения государственных обязательств 13 семей. В федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области на период до 2020 года 67 семей. Под программой жилье для молодежи – 1120 семей. Под программой обеспечения жильем молодых семей – более 450 человек. Под программой поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного конъектирования Ленинградской области – 150 семей. Кроме того, в соответствии с областным законом 62 ОЗН, это о проведении капитального ремонта индивидуальных жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны, также в миссии район участвует и в прошедший период уже 6 человек приняло участие и выполнен капитальный ремонт индивидуальных жилых домов в рамках этой программы. Также обеспечены 2 человека – ветеранов и Великой Отечественной войны жильем в соответствии с указом президента по обеспечению жилых данной категории лиц. В итоге справочная информация за период с 2013 по 2014 год выдано свидетельство на 310 семей и выдано следующее сумму. В 2012 году 94 семей получило денежные средства на 127 миллионов рублей, в 2013 году 106 семей на сумму 154 миллиона рублей, в 2014 году 110 семей на сумму 143 миллиона рублей. В текущем году на 2 квартала 2015 года социального выпуска уже получили 59 семей на сумму 70 миллионов рублей. В рамках программы, например, «Жилье для молодежи» 17 семей, из них 14 мегабетных. В рамках программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного предъявления и достойности» Случилось 26 семей, это работники бюджетных организаций. В рамках федеральной сельевой программы «Устающего развития сельских территорий» получило свидетельство 6 семей. Ветераны «Поддержка отечественной войны» 3 человека, на капитальный ремонт индивидуальных домов 6 человек и ликвидаторы аварии «Чернобыльской АЭС» 1 человек. В третьем квартале, также еще планируется подрастая свидетельство, 16 семьи на сумму 24,5 миллиона рублей. Это в рамках программы «Жилье для молодежи» 6 многодетных семей и в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» 10 семей. Кроме того, также отделом комитета ЖКХ ведется работа в соответствии с законом Ленинградской области о наколении органов местного управления, отдельными государственными полномочиями по опеке и подпечительству и социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. За первое полугодие для такой категории приобретено 10 квартир, одна квартира в стадии приобретения. Кроме того, приобреталось жилье по инвестиционной целевой программе обеспечения специалистов в бюджетной сфере. В данном случае приведены 11 квартир для работников здравоохранения и образования. В целом, с января поедем, 15-го года в рамках реализации всех жилищных программ, жилищные условия улучшили 96 семей. Ветеран, участник парада победы, шутер Иван Семенович, к нему приходили люди, смотрели его квартиру, сказали, что там что-то они будут делать. И до сегодняшнего дня так они к нему больше не вернулись. А он там все приготовил, сидит и ждет. Это кто? Произдельная оценка, это не в этих программах, это не областная, не федеральная, это наши планы, администрации, спонсорских бюджетных источников и планируется выполнение работы до конца 2020 года. Там все нормально, он ждет. Ну надо ему объяснить это и все. И второй вопрос. Вот ко мне тоже приходят такие обращения от граждан, что вот неясно для них, они стоят на очереди, а сперва они стоят с одной цифры, кажется, ближе. Потом проходит время, у них цифр становится больше. Так какой принцип, почему, как там, что двигается, вот почему это происходит? Ну давайте, конечно, поипотече. Давайте, в принципе, все однако ее ведет правительство Ленинградской области. Мы формируем только списки, передаем туда вместе с пакетами документов на каждого претендующего. И они формируют и заканчивают. Это кто подал уже в список. А так это просто список всего-навсего. Потому что формируется, получается, пришел следующий, и у него условия, вернее, у него возможности... Семья стала многодетной. Да, если у семьи изменились условия, она стала многодетной, поэтому список постоянно двигается. А тот, который не дальше подал, он не... В результате этого возникает что-то несправедливость. То есть, у нас же как-то там подумать, чтобы, например, там, если многодетные люди, видно, что они будут многодетными. Пусть они будут многодетными. У меня идет прием граждан, вот так сказать, да? Ну, к вам уже, может, такие вопросы приходят. Именно есть часто, когда люди не могут разобраться. А почему он сказал вот такое, почему вот у него очередь вот... То есть, в каждой программе есть индивидуальные условия. И эти индивидуальные условия не регулируются администрацией Кингисевского района или депутатами уважаемого нашего любимого города. Это есть четкий регламент, по которому мы работаем. И мы, граждане, это все объясняем. Там еще нужно учитывать то, что по новому закону, который принят и вот это упорядочен все очереди, имеют право постановки переходить из одной очереди в другую с сохранением даты постановки на учет. И получается ситуация. У нас очередь на жилье очень большая. Уже стоит 20 лет. За это время дети вырастают, женятся и переходят в программу «Молодая семья» с постановкой на учет с 90-х годов. Программы, которые у нас есть по улучшению условий проживания наших, педагогов, врачей и так далее, да? То есть эти программы все, они имеют четкую системную работу. У нас с вами, что мы признаем, да? У нас с вами, как вот, допустим, Николай Петрович, я прошу вас обратить внимание на то, что я сейчас скажу. Вот вы привели пример Александра Юрьевича, когда квартиры удалил, все остальное, да? Другое время было. Фонд муниципального жилья был просто там 50 на 50 где-то в приватизации. Сегодня фонда муниципального жилья практически нет. Признаю, сегодня мы можем выделить квартиру только, когда умрет человек, бабушка или дедушка. Освободиться квартиры, которые не приватизируют, шансов больше никаких нет. И муниципальная доля с каждым годом уменьшается, сейчас составляет каких-то вот вообще несколько процентов от ста. И наша сегодня проблема с вами, что сегодня у муниципалитета нет возможности, у региона нет программы, у Российской Федерации нет программы по социальной очереди. Это о чем мы сейчас говорим. Самая большая проблема в социальной очереди. Это незащищенная категория граждан, которая сегодня, как только объявляется прием главы администрации района, или главы этих граждан, они сразу несутся к нам, как где моя квартира, я стою 20 лет, я стою 15 лет, 25 лет стою. Нет механизма. Только, извините, я повторюсь, только умерший в муниципальной квартире, если она не приватизирует, единственный наш сегодня шанс. Мы пытались, когда в городском бюджете, хотя бы одну-две квартиры каждый год покупать. Помните, уважаемые депутаты, кто уже есть как созывы, да? Ну хоть что-то двигать, хоть хотя бы быть, да? И эти возможности и то у нас в этом году исчерпаны, потому что настолько сложно стало в бюджете, настолько мы бы зашли в многие программы, стало сложно из-за того, что стало меньше денег. Извините, я сейчас закручусь. Стало меньше не только потому, что стало меньше денег, денег стало больше. Но мы взяли больше социальных обязательств перед нашим населением. Ну, на пальцах. 100 миллионов туда, 200 миллионов туда, ГДК, ФОК, дороги, программы и все остальное. Мы берем больше социальных обязательств. Денег стало больше. Поэтому мы, конечно, как мы сегодня прогнозируем, мы с вами будем обсуждать 16-й, в будущем 17-й год, то, конечно, по прогнозу администрации Кенгисепского района, у нас осталось пережить нам, если мы планки задирать дальше не будем какие-то еще, да, пережить нам в 16-й или 17-й год. В неплохие годы деньги у нас будут. Но вот купить 5-6 квартир и отдать чемпионам мира, перворазрядникам каким-то, лучшим выдающимся спортсменам, у нас сегодня с вами такой возможности пока нет. Я хочу сказать, что сейчас программа действительно работает региональная, я думаю, что это работает учреждение. Мы работаем с этими программами, но не мы, а сотрудники учреждения работают не один год. И у нас, не могу сказать анкредную цифру, но многие у нас в этих программах участвуют, это получение действительно и ипотеки, субсидии на приобретение жилья софинансирования, действительно это и есть. Что касается вопросов, действительно, что вот были одни у себя, а сейчас стали другие, то мне кажется, действительно, вы здесь правы, это решается все в конкретном случае, на личных приемах у Александра Ивановича или у вас. Потому что точно так же и ко мне, как к руководителю учреждения приходят, говорят, что вы знаете, я был там-то, а сейчас в другом списке. Начинаем разбираться, а у этого человека, ну вот есть там, было приватизированное жилье, он его приватизировал, а сейчас хочется в программу поступить. Вот такие подводные камни, да, о которых не говорят, признавая, когда вопросы задают, но когда начинают разбираться, они уплывают. В больнице за последние пять лет, в более 50 квартирах получили сотрудники, в нашей больнице, под те или иные программы, начиная из муниципальной, когда было принято на районе, и согласовывая. Сергей Геннадьевич, вы признали боль нашу, нашу большую, официально заявила о нашей боли, и мы все, боль наша, социальная очередь. Где нет ни государства, ни региона, ни нас, а люди бедные, вот бедствуют. Если сейчас будет программа заработать арендное жилье, мы хотя бы их туда передвинем. Это арендное жилье не запускается в программу, хотя она есть в государстве, в регионе, и она почему-то тормозится. Наверное, вы слышали о 95-м ОЗ, об этом рассказывала наш гумернатор во время встречи с президентом, и президентом было рекомендовано и рекомендовано тиражировать этот опыт по всей Российской Федерации. При соблюдении ряд условий, а именно разделению поселения на части территории в соответствии с флотами по численности населения, которые установлены за флоном, и выборе общественных советов, их председателей, либо старостно привык, с флотами по численности зависит, из областного бюджета поселения поступают в субсидии с софинансированием из областного бюджета от 90 до 70%. То есть, финансирование местных бюджетов минимальное, оно зависит от дотационности поселения. И закон ставит, ну, так скажем, оба теперь закона, задачей развития местного самоуправления и дает ему финансовую поддержку. На решение не каких-то глобальных вопросов, но вопросов небольших, но очень значимых для населения. Что, таким образом, администрация предлагает реализовать, начать реализацию этого закона в Киевсепи. И вот, письмо администрации, сколько директировать депутатов, данные для участия в проведении собраний, при награде общественного совета. И, значит, крандидатуру предлагают все депутатов, на территорию, на округах которых, в общем-то, в Киевском совете. Депутаты, Александр Иванович Славов, Максимов, Ольга Дмитриев, Ольга Александровна, Александр Михайлович и Козел Владимирович. Депутаты, Александр Иванович. 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 Продолжение следует... 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 Он рассказал, насколько в здании страдает от задержанного отопления. То есть задержать отопление. Если у нас есть возможность, если почувствуем, что стало холодно, не затягивать, а конкретно 1 октября включать, мы можем включить 20 сентября, может 25, а может и 15 октября, если будет температура 40 градусов. Понимаете? Поэтому мы должны забывать, что отопление 20 градусов в октябре, то есть в сентябре, 20 градусов в июле, это разные градусы. Поэтому вот они обращаются ко мне, я выступил, хотя я только болею вас на общую скорую, у нас проблем куча, но выступил здесь, потому что люди мерзнут, я на себе чувствую, мои дети приходят заниматься в сентябре в большом составе, а уже в конце сентября половины нет, и уже где-то октябрь не лечится, реабилитируется и так далее. Давайте, если есть такая возможность, я не знаю, я не специалист, в спорте я вам говорю бесконечно, а здесь я далеко не специалист, и просто обращаюсь. Здесь есть адмистрации, люди специалисты сидят, депутаты многие специалисты сидят, которые разбираются в хозяйственных делах. Есть и такая возможность включить отопление пораньше, чтобы не гореть, наше население быстро. Включается отопление, да, это период определен, он определен в восстанавливании правительства Ленинградской области, где прописаны условия, которые соответствуют сам ПИН, это 5 суток, 8 градусов, средняя температура. Но, тем не менее, никто не запрещает учитывать условия, условия, которые в настоящее время могут случиться. Включается отопление в разные времена, как вы говорите, 15 сентября включали и 15 октября включали, в зависимости от погубных условий. При понижении температура идет сам мониторинг, осуществляется администрацией, и решение принимается соответствующее. Уважаемые депутаты, я хочу поднять вопрос по поводу уборки центральных улиц нашего города. За летний период ко мне обратились не только жители моего округа, но и жители в целом нашего города по поводу уборки урн на центральных улицах. И подтвердили мне это все документально, визу фотографии, фотографии имеются у меня в наличии. Мне хотелось бы по возможности, может быть, вызвать начальничество услуги заказчика, подробно обсудить этот вопрос с работниками, либо с начальником услуги заказчика, чтобы понимать, когда, в каком порядке, и кто отвечает за уборку нашего города. Потому что мы все с вами видим, что в летний период, как только погода налаживается, на улицах города, тем более на центральных улицах, мы видим увеличение народа. Все гуляют, с детьми, с собачками отдыхают, пьют напитки, и все это находится в урнах. Возможно, в этот вариант можно было бы предложить в летний период времени уборки урн на центральных улиц проводить чаще, чем в период весны, осени и зимы. Ну, согласитесь, да, что вот эти урны, которые у нас стоят в городе, они не для банок, не для бутылок литровых и спортива. Они все-таки для чего? Для какого-то мелкого мусора. Давайте все-таки обратимся еще и к жителям. Давайте к ним обратимся, потому что мы сейчас работаем, как администраторы, исключительно по выклинию ЖКХ. Требуем, 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 пытаемся довериться. Давайте обратимся к людям, они же все-таки разумные. Существуют определенные кампании, существуют определенные акции. Давайте подключим все-таки и наш интернет, который так активно всех регулярно кризисует из-за дела. Ничего не могу сказать. Наши телевидения, наши газеты. Давайте все-таки разговариваем. Может быть, начнем и... У нас есть, слава Богу, образование. Это не город и не все, да? Нет, ну, Александр Иванович, ну, это можно бесконечно убирать. Если будут бесконечно стоить. Любое явление в объективной реальности, оно просто лежит. Можно написать, что выбросить мусор, а не забыть холюкнуть. Это полезно тоже. Но вот то, что касается этих адресов, что у нас два, там у нас, наша комиссия пригласила на сегодняшний столет представителей основного заказчика. Они занимаются этими вопросами. Может быть, он нам просто легко решит эту задачу. В соответствии с правом благоустройства города Кикесипа, города службы происходят по мере накопления, но не реже одного раза службы можно проводиться. Грубные по городу коллеги. В разные собственности находятся. В том числе на городских территориях находятся, точно могу сказать, на тракту 150. Территория содержится за счет собственников помещений в жилых домах. И есть урны, которые находятся на магазинах, на здании, то есть которые содержатся за счет организации предприятия. В городе, вот, о, город содержит территорию, в том числе урны. В принципе, бывают, конечно, накладки, как правильно сказано, но это в основном выходные дни, к вечеру скатывается. Но к утру обычно все очищено. По этим отдельным случаям, естественно, разбираемся, принимаем меры. Давайте в правом благоустройства начать изменения. 15 метров от фундамента магазина, 100 метров от фундамента магазина. И их ответственность там. Но как-то подумать, чтобы действительно у нас вся территория была закреплена, я отвечаю на них. Пока на настоящий момент принято предварительное решение Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Комитетом по архитектуре начать прорабатывать данную ситуацию в виде изготовления некой рабочей схемы, которую потом мы вынесем на общее обсуждение. Уже поймем, в каком виде можно будет закрепить конкретные территории для уборки в службу заказчика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok